Закон Республики Беларусь Александр Николаевич Логвин, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского облсполкома. Родился в 1984 году в Луеве. В 2006 году окончил юридический факультет Минского института управления и предпринимательства. В 2012 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины по специальности «Государственное и местное управление». В 2013 году стал выпускником Академии управления при президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начинал в 2006 на должности главного специалиста управления делами Луевского райисполкома. С июля 2008 года работал в отделе по правовому обеспечению Гомельского облсполкома и работе с обращениями граждан и юридических лиц управления делами облсполкома. 22 июня 2010 года возглавил отдел. На вопросы, которые касаются работы с обращениями граждан, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. По своему содержанию обращения делятся на жалобы, предложения и заявления. Можно ли говорить о том, что именно жалоб как таковых в структуре обращений на Гомельщине становится меньше? Наверное, начну с определения, что же такое жалоба. В соответствии с законом Республики Беларусь в обращениях граждан и юридических лиц, жалоба – это требование о восстановлении прав, свобод или законных интересов заявителя, нарушенных действиями или бездействиями организаций, граждан, в том числе и индивидуальными предпринимателями. Да, действительно, Ольга, жалоб сегодня становится меньше. Если говорить о цифрах, то на 1 сентября 2014 года количество жалоб составляло 30% от общего количества обращений, поступающих непосредственно к нам в обл. сполком. В текущем году жалобы занимают 18% в структуре всех обращений, ну вот по состоянию на 1 сентября текущего года. А в каких случаях вы станете обращаться в органы власти? Ответы гомельчан на этот вопрос наших корреспондентов далее в постоянной рубрике «Есть мнение». Не обращаюсь. Ну, правда, ну так как. Живу нормально, все устраивает, чего обращаться. А как вы считаете, часто ли можно самому решить какой-то вопрос или нужно идти все-таки в органы власти? Ну, это смотря для кого как. Кто-то может решить, кто-то не может решить. Не могут решать, значит, идут. Власти обращаются. Если могут сам решить, там мелочь какую. Ну, зачем обращаться? Не хожу по властям. Если там какие-то справки нужно решить, тогда другого дела скажешь. А так? Нет. В органы власти, ну, скорее всего, что-то касающееся общественного транспорта. Бывают вот на Мазрово пробки с утра не выехать с района. Очень тяжело. Ну, что еще? Коммунальные услуги. Люди очень много, они понимают в этих распечатках, что присылают ЖИУ. И на местах, там, добиться этого нереально просто. В основном приходилось в суды обращаться. Но в последнее время там начали быстро решать вопросы. И довольно оперативно. Поэтому я благодарен, особенно областному суду, который решили все вопросы мои при моем обращении. А как вы считаете, нужно ли постоянно всегда обращаться в органы власти или можно самим решать вопросы какие-то? Я считаю, что некоторые вопросы можно непосредственно решать на местах, обращаясь к какому-то руководству, предприятию, организации и так далее. Иногда, конечно, можно и самим решать такие вопросы. Которые не требуют долгого рассмотрения, либо предоставления каких-то справок, если я могу сама подойти в это учреждение, это не займет много времени у меня взять справку и отнести, куда она мне необходима. А вообще часто приходится обращаться в органы власти? Вы знаете, нет, как-то так часто не приходилось. Единственное, что у нас может, что по строительству квартиры возникали вопросы. Поэтому мы и обращались. Но всегда были ответы, которые нас устраивали, всегда была помощь. Я, например, не обращалась пока. Пока получается у самой решить вопрос. А так, ну, когда, может быть, какая-то несправедливость намечается или получается, больше не знаю. По вопросам здравоохранения, прежде всего, в моем возрасте, мое поколение нуждается в квалифицированном медицинском обслуживании. А такового у нас нет. Практически нет. А есть вопросы, которые вы можете решить самостоятельно? Пенсионер? Я могу только за собой, возле двора, возле квартиры, возле подъезда, что-то такое. А так больше не чувствую, не знаю. Может, власть бы подсказала, что могу сделать я. Мы продолжаем наш диалог, посвященный работе с обращениями граждан. Александр Николаевич, вот как вы оцениваете роль самих людей в решении их насущных вопросов? Мы из сюжета видели, да, что большинство все-таки людей привыкло самим решать свои насущные проблемы, те, которые у них имеются. Я даже вот сейчас для себя проанализировал, вот буквально оперативно, что население области полтора миллиона, да, фактически, Гомельской, а поступают обращения, ну, к примеру, в область полкома всего 4 тысячи, да, за год где-то ориентировочно, чуть меньше, может быть, чуть больше. Поэтому это совсем маленький процент тех жителей, которые все-таки прибегли к тому, что решили обратиться в органы местной власти. Какие темы сегодня превалируют в структуре обращений? Традиционно жилищно-коммунальное хозяйство занимает самый большой удельный вес в общем объеме обращений, и это, наверное, объективно. Мы не каждый день ходим на прием к врачу, да, не каждый день решаем вопрос трудоустройства, там, землепользования, но мы с вами ежедневно сталкиваемся с услугами жилищно-коммунального хозяйства. Это касается и водоснабжения, и тепла, это и чистота в подъездах, наверное, и рабочие лифты, благоустроенная дворовая территория. Естественно, нам хочется получать эти услуги своевременно, мы хотим, чтобы они были качественными, но, к сожалению, наверное, не всегда это получается. Поэтому и так получается, что граждане все-таки обращаются с этими вопросами больше, и, на мой взгляд, наверное, эта тема не уйдет, и она, наверное, всегда будет занимать лидирующие позиции. Далее идут вопросы строительства жилья, кредитования, в том числе льготного, это также актуальная тема для населения. Сегодня много граждан у нас стоит на учете, нуждающихся для улучшения жилищных условий. И в целом, в принципе, для человека решить свой жилищный вопрос, наверное, один из самых главных в жизни. Поэтому сегодня также много этих обращений, с учетом, скажем, и сложной, наверное, экономической и финансовой ситуации в целом в государстве. В этом году были у нас перебои с финансированием по кредитованию и строительству жилья, в первую очередь, для льготной категории граждан. Сегодня также эти вопросы, они на особом контроле находятся. Вопросы землепользования занимают немалую долю в общем объеме обращений. Отдельной темой, наверное, отражу, это приватизация жилья. Наверное, наболевший вопрос для отдельной категории граждан, которые, скажем, еще не включились в процесс приватизации, но времени уже осталось не так и много. Я напомню, что до 1 июля 2016 года еще принимаются заявления на приватизацию жилого помещения. После этого срока такие заявления приниматься не будут. И, как следствие, такое жилье перейдет в статус арендного жилья со всеми вытекающими последствиями. А с чем связаны обращения по поводу приватизации? Какие проблемные моменты здесь возникают? В основном люди, в принципе, уже обратились с заявлением о приватизации, но их, как правило, не устраивает стоимость жилья. Да. Безусловно, сегодня, скажем так, это не та стоимость, которая была в 90-е годы и, наверное, даже начало 2000-х. Потому как стоимость сегодня, если нового жилья, она высокая достаточно, и стоимость сегодня жилья на вторичном рынке, она практически, наверное, по рыночной стоимости приравнивается к новостройкам. Поэтому высокая стоимость не только в городе, но и в районных центрах вместе с тем это все-таки определяется в соответствии с определенными нормами законодательства. Есть алгоритм расчетов стоимости приватизации жилья, но анализируя обращения граждан по данной тематике иногда, кстати, выявляются случаи завышения данной стоимости. И они пересматриваются, и все-таки человек дальше уже проходит эту процедуру. Спасибо, Александр Николаевич. У нас есть первый звонок на линии. Здравствуйте, мы слышим вас. Так, значит, это Мартынюк Людмила Григорьевна. Я председатель кооператива «Старобатка». Мы находимся рядом со 104-м микрорайоном. У нас там 5 кооператив, где-то около 700 человек в целом. Мы бы хотели узнать, когда продлится 18-й маршрут до 104-м микрорайона, потому что у нас люди пожилого возраста, мы 35 лет тому назад организовывались, люди уже по 80 лет побольше, им далеко ходить до революционной медицины. Скажите, пожалуйста, а куда вы обращались с этим вопросом? Мы пока никуда не обращались. Мы просто хотим узнать. Вы никуда не обращались? Нет, 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 никуда не обращались. Мы бы хотели узнать, когда будет продлен этот маршрут. Спасибо большое за звонок, Александр Николаевич. Я думаю, что вы часто слышите эту фразу. Мы никуда не обращались. Мы хотим узнать вот здесь и сейчас. Да, вопрос понятен. Конечно, не совсем он относится конкретно к моей компетенции. Я не осуществляю распределение маршрутов в городе, поэтому мой совет обратиться в горы с полком. Есть отдел транспорта, который следит за формированием маршрутной сети, в том числе и, наверное, частного порядка. То есть это касается и маршруток, но только транспорта общественного. Поэтому либо с письменным заявлением, либо устно, либо в электронном виде. Но в первую очередь обратиться к специалистам, которые непосредственно по долгу своей службы... Отвечают и курируют эту тему. ...курируют эту тему. Давайте пойдем дальше. Сегодня говорят, если тебя нет в интернете, то тебя нет нигде. Такая относительно новая, хотя, наверное, не такая уже новая форма обращения, как электронная. Насколько сегодня востребовано у населения? Очень востребовано. И начиная работу с электронными обращениями еще в 2012 году, мы прогнозировали, что этих обращений будет с каждым годом становиться все больше. И действительно, если в начале своей работы, то есть в 2012-2013 год, электронные обращения занимали 10-15% в общем количестве поступающих обращений, то сегодня это уже 30%. И я думаю, что пройдет еще 5-7 лет, и этих обращений будет и 50, и 60%. А пройдет еще лет 10, может быть, 15, и фактически все обращения будут в электронном виде. Все ли службы сегодня готовы работать с электронными обращениями? Ну, проблем не возникало. Фактически сегодня все наши службы обеспечены той компьютерной техникой, имеется доступ к интернету. Жалоб таких, что не получили ответа на электронные обращения, по крайней мере, я вот так по памяти и не вспомню. То есть, в принципе, все точно районные исполнительные комитеты, все администрации в городе, горы с полкома, был с полком, давно работают с этой формой и дают ответы на электронные обращения. И жалоб от населения тоже не поступало? Да, я вот не вспомнил. На ответы? Спасибо большое. Есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Александр Николаевич, скажите, такая вот проблема. Житель города Добрыжа с улицы Молодежной, Качанов Александр Владимирович. У нас вот на улице начали сделать дорогу еще осенью. Разворотили до такой степени дорогу, что сейчас вот начинаются, будут скоро дожди, у нас дети в школу, автобусы не ходят. И дело в том, что придется, я не знаю, резиновые сапоги одевать и женам, и детям. И как бы обещали сделать, хотя бы хоть насыпать дорогу, но ничего вообще не делается. А кто вам обещал? Раисполком писали мы письмо, и никаких действий нет. Спасибо. Конечно, понятны ваши опасения. Что делать в такой ситуации, Александр Николаевич? Спасибо за вопрос. Ну, вот заявители говорят, что ремонт начали осенью. В принципе, только две недели, как осень началась. Вопрос в том, что прежде чем производить такие работы, изготавливается проектно-сметная документация, если это капитальный ремонт дороги или улицы. И в этой проектно-сметной документации в обязательном порядке будет заложена статья на ведение благоустройства. То есть после выполнения определенных работ, понятно, что эту улицу должны привести в надлежащий порядок. Я думаю, что мы зафиксировали координаты данного гражданина, мы проконтролируем выполнение вот этих работ, чтобы они были качественны и в тот срок, который запланирован. Спасибо. О новых формах работы с обращениями граждан пойдет речь далее в нашем сюжете. Внимание на экран. Вопросы работы с обращениями граждан администрации железнодорожного района Гомеля явный пионер. В начале июля, например, здесь первыми на Гомельщине открыли так называемую комнату приема граждан по личным вопросам. Пять дней в неделю на протяжении всего рабочего дня сюда можно прийти для решения любой проблемы. Вообще, каждый день здесь принимает конкретный специалист. От управляющего делами администрации и специалиста жилищно-коммунального хозяйства. До представителей центра гигиены и налоговой инспекции. Однако при необходимости сюда оперативно пригласят специалиста любого профиля. В проведении консультативного приема граждан есть возможность пригласить не только одного специалиста структурного подразделения. Но, скажем, если это вопрос в комплексе, то и архитектора, и начальника отдела ЖКХ одновременно, или и специалиста отдела жилищной политики, одновременно специалиста социальной защиты. И таким образом человек, который пришел сегодня на прием, имеет возможность вопросы, которые у него есть, решить в комплексе, одновременно задав нескольким структурным подразделениям. В администрации железнодорожного района Гомеля соглашаются. Новая форма работы с населением – это, конечно, дополнительная нагрузка на специалистов. Однако часто они позволяют решить вопросы еще на начальной стадии. По этой причине здесь, например, практически во всех многоквартирных домах выбрали так называемых ответственных жителей. Их задача – доносить до администрации проблемы, которые волнуют людей. Даже если человек сам не идет к представителям органов власти, теперь они все равно займутся решением вопроса. По 364 домам нашего жилфонда, обслуживаемым предприятием, выбрано 250 домкомов, ответственных по жилым домам. Ну, мы их называем домкомами. И считаем, что эта работа эффективна, потому что, как показатель, за 8 месяцев того года в Кожерово-Железнодорожное и его структурные подразделения поступило 259 обращений, а за аналогичный период этого года уже поступило 162 обращения. То есть вопросы снимаются в рабочем порядке. Еще одно местное ноу-хау – работа с населением через предприятия. На территории железнодорожного района проживают более 170 тысяч человек. Дойти до каждого невозможно физически, зато с каждым работающим могут поговорить мастер или начальник цеха. Вопросы передадут заместителю директора, который, если не решит проблему сам, обратится в администрацию. Это сделано для того, чтобы оперативно снимать все возможные проблемные острые вопросы, которые волнуют наших граждан, людей, которые работают на территории нашего района, и принятие по ним оперативных управленческих решений. Таким образом, люди, которые отвечают за, как правило, люди, которые отвечают за работу по социальной сфере на предприятиях, они анализируют поступающие обращения, передают их для работы к нам, и мы уже принимаем правленческие решения. Эксперимент с СМС-сообщениями в железнодорожном районе начали в прошлом году. Принцип прост. Любой человек отправляет по сотовому телефону сообщение на короткий номер 142, и максимум через неделю получает ответ. Такая форма работы рассчитана в первую очередь на людей молодого и среднего возраста. Каждый месяц в администрации получают около 20 таких сообщений. Правда, если вопрос сложный, прийти на прием все-таки придется. Цель введения СМС-сообщений была в основном, это решать вопросы разъяснительного характера за короткий период времени. Жалоб на то, что не получили ответ, не было. Иногда у нас бывают СМС повторные, то есть просят уточнить, дополнить, более подробно разъяснить, даже направить для консультации, подсказать, по какому телефону обратиться. Такое случается. Случаев или жалоб на то, что человек не получил, свой ответ не было. Проведение руководителями исполкомов прямых телефонных линий на Гомельщине стало уже традицией. Причем эффективность такой формы работы с населением признается всеми. Другое дело, что, как показывает практика первых месяцев, значительная часть населения стремится обратиться сразу в вышестоящие инстанции, минуя органы власти своих территорий. Вероятнее всего, на местах такую ситуацию попытаются изменить. Широко информировано, в первую очередь, наших граждан о том, что все вопросы они должны и решаются, как правило, на местах. И для того, чтобы решить тот или иной простой житейский вопрос, не обязательно обращаться в вышестоящие инстанции, будь то областной исполнительный комитет или инстанции, более высокостоящие. Как правило, все вопросы, которые волнуют граждан, мы в состоянии решить силами администрации района, что и делаем мы в железнодорожном. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облсполкома Александр Логвин. Александр Николаевич, такая СМС-переписка с властями. Насколько действенный способ решить какие-то существующие проблемы? Я уверен, что он действительно такой полезный и удобный способ направить свое обращение. По сути, это обычное обращение просто в виде СМС-ки со своего мобильного телефона. Сегодня мобильный телефон у нас имеет каждый, от млада до велика, как говорится, и поэтому тот интересующий вопрос, конечно, больше консультативного, наверное, характера, он с легкостью может направить, находясь где-то дома или в автобусе или на работе, и получить в течение 7 дней аргументированный ответ. Более того, я скажу, что такой СМС-ресурс с начала текущего года мы запустили практически по всей территории Гомельской области. И сегодня жители Мозыря или, к примеру, жители Светлогорска, Речицы также имеют возможность отправить СМС-сообщение и в течение 7 дней получить на него ответ. Это интересно, насколько действительно обоснованные и важные вопросы задают жители? Мы анализировали. Только по городу за первое полугодие было порядка тысячи СМС-ок. Тысячи СМС-ок. Из них, наверное, где-то порядка 600 этих СМС-ок, они были актуальны. То есть это были конкретно поставленные вопросы, на которые действительно давались аргументированные, развернутые ответы. И, в принципе, вопросы нормальные задают. То есть как, например, стать на учет нуждающихся, либо в какой садик нам лучше обратиться, или почему эти улицы поливаются льда в летний период, а наши там не поливаются, или там наведите порядок в нашем дворе. То есть абсолютно нормальные житейские вопросы просто приходят в виде СМС-ок. Спасибо. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему диалогу. 77 68 45, номер телефона прямого эфира. Вы смотрите «Диалог». Мы обсуждаем сегодня форумы и методы работы с обращениями граждан. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об обращениях? Ну, наверное, во-первых, при принятии любого нормативно-правового акта на первоначальной стадии учесть все нюансы практически, наверное, невозможно. Теория, конечно, хорошо, но практика лучше. И уже в процессе работы с документом возникают моменты, которые нуждаются в доработке. Во-вторых, жизнь не стоит на месте. И это, естественно, необходимо идти в ногу со временем, в том числе, скажем так, и в рамках правового поля. Закон Республики Беларусь первоначально появился в 1996 году. В 2011 году он потерпел серьезные изменения. Сегодня у нас 2015 год. Поэтому, наверное, с течения времени и с учетом того, что появились некоторые моменты, которые необходимо было усовершенствовать, дополнить, доработать, поэтому и внесли изменения в закон Республики Беларусь об обращениях граждан. Они были приняты 15 июля 2015 года, но вступит закон в силу с 23 января 2016 года. Ну, сразу скажу, что кардинальных изменений закон не претерпел. Какие инновации вы могли бы для наших телезрителей сегодня рассказать? В основном это рабочие моменты. Внесены корректировки в сферу действия закона, дополнены права организации индивидуальных предпринимателей. Также внесены изменения, касающиеся регистрации некоторых обращений и исчисления их сроков, порядок их рассмотрения. Обновлен порядок рассмотрения электронных обращений. Это вот, наверное, то основное, на чем можно заострить внимание. Скажите, пожалуйста, что касается сроков рассмотрения обращения. Думаю, что это стоит знать. Да, наверное, такой основной вопрос, который волнует наше население, то есть в какой период рассматриваются обращения. Сразу скажу, что тот 15-дневный срок минимальный и месячный, и максимальный, он остался в этом законе. Единственное, что исчисление срока рассмотрения обращения будет начинаться не со дня регистрации, как это было ранее, а со следующего дня. То есть, если ваше обращение вы принесли, оно зарегистрировано в понедельник, то со вторника уже будет исчисляться минимальный срок его рассмотрения. Правда ли, что так называемых профессиональных жалобщиков начнут взыскивать расходы? Да, это действительно, но, опять же таки, в судебном порядке, в соответствии с законодательством. Как раз таки сейчас, в соответствии с поручением заместителя премьер-министра под руководством Министерства экономики, с участием всех заинтересованных, разрабатывается механизм, скажем, по которому будет определяться система вот этих понесенных расходов. Одно прописано уже четко, что в эти расходы будут включаться оплата экспертов, если они привлекались к рассмотрению обращения, значит, будут включаться почтовые расходы, также будут включаться расходы, связанные с выездом на место для рассмотрения обращения, ну и, возможно, некоторые другие, за исключением только заработной платы тех должностных лиц, которые участвуют в рассмотрении обращения. Спасибо большое. В январе следующего года уже вступает в действие этот закон. Продолжим наш диалог. Каждую субботу в Беларуси работают прямые телефонные линии исполкомов. Но при этом, если в Гомельский облсполком может поступить несколько десятков обращений, то, например, в администрацию района или в райисполком, 3-4, да, не более того. Как вы считаете, с чем связана такая ситуация? Люди понять можно, зачем звонить в свою администрацию, если можно сразу к председателю облсполкома на такой серьезный уровень, где, конечно же, сразу его вопрос быстро решится. Много поступает вопросов вообще, минуя начальный уровень? Ну, насколько я принимаю участие, да, в этих прямых телефонных линии, конечно, поступает немало таких обращений, которые, минуя районную вертикаль, да, там, городскую, сразу решаются позвонить руководству облсполкома. Мне кажется, это вот неправильная такая позиция наших граждан. И мы за это, кстати, и критикуем свои районные власти, за то, что все-таки они недорабатывают на местах, в связи с чем граждане, которые проживают в районах, все-таки дозваниваются в облсполком. Вы абсолютно правы, у нас, ну, меньше 20 обращений на прямую телефонную линию облсполкома еще не поступало, да, а в начале работы этих прямых телефонных линий их было и порядка 60, да, таких обращений. Есть, конечно, районы, где также граждане активно пользуются этой формой и звонят непосредственно к руководству своего района, но, к сожалению, есть ряд наших регионов, где все-таки граждане по какой-то причине выбирают, скажем так, вышестоящий уровень и дозваниваются на прямую телефонную линию к руководству области. На мой взгляд, недоработка местных властей, все-таки авторитет власти необходимо повышать, ведь все равно эти вопросы, которые поступают к нам, они решаются там на местах. Мы же не поедем из облсполкома, да, ремонтировать дорогу в какой-то район или пилить аварийное дерево. Вот, поэтому я бы еще раз, пользуясь случаем, нацелил наших всех граждан, которые, скажем так, хотят дозвониться на прямую телефонную линию в субботу, все-таки звонили в соответствии с компетенцией и к тому руководителю, на территории которого они все-таки проживают. Мне кажется, это все-таки будут правильные, и вопросы все-таки и на местах решаются, ведь те звонки, которые поступают в районы, они же тоже находят свое разрешение. Я понимаю, когда вы дозвонились и вам ничем не помогли, да, ну в этом случае стоит уже не как бы обратиться и выше. Спасибо большое, Александр Николаевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, извините. Скажите, у нас вот такой вот вопрос. Меня зовут Ольга, я живу в постелке Чонки. И получается, что вот новостройки у нас, и по проекту наши мусорные контейнеры, вот так сложилось, вот вдоль дороги находятся. И получается, что, ну вот большие дома, да, относятся к этим, а туда вывозят мусор, ну вот ближайшие все вот населенные пункты, как бы населенные поселки, дачные коттеджи. И вот у нас появилась такая проблема, которую, ну вот уже долго мы не можем решить. Вот мы просто завалены мусором. Мы обращались к председателю, ну к председателю кооператива, к председателю сельского совета. Мы звоним постоянно в ЖКХ, мы ругаемся с этими вот жильцами коттеджных поселков. И, ну, бесполезно. В общем, как-то помогите нам или убрать эти контейнерные баки куда-то. Скажите, пожалуйста, Ольга, а какое решение проблем вам предложили на местах? Ну, нам никакое не предложили. Никакое? Просто вот, ну вот, ну что сделать, вот, ну они же бросают по мешочку, хотя они не видят вот этого всего, и как машинами, строительные мусор, шины, и, ну, в общем, полный кошмар. Полный чонки, санаторная зона, там мухи и все остальное, это кошмар. Неприятно, согласна. Что можно сделать в этой ситуации, Александр Николаевич? Спасибо за вопрос, он действительно такой, видимо, проблемный. Конечно, ЖКХ должно было проработать совместно с сельским советом Чонковским заключение договоров именно с жителями частного сектора, да, на вывоз твердых бытовых отходов. Понятно, что зачем заключать договор, если есть по дороге мусорный контейнер, я в него подъеду и выброшу этот мусор. Это неправильно, действительно, это составляет неудобство тем жителям, которые построили квартиры в многоэтажном секторе, жилой этой застройки. Поэтому я попрошу своих коллег с управления жилищно-коммунального хозяйства, облсполкома обратить внимание, возможно, даже с выездом на место надо посмотреть и определиться. Либо участить график вывоза этих отходов службами ЖКХ, либо провести такую работу с жителями частного сектора на предмет заключения договоров, вплоть до составления административных протоколов. Сегодня это компетенции, в том числе и сельского совета. Спасибо большое. Давайте продолжим. Мы обсуждали с вами работу прямых телефонных линий исполнительных комитетов по субботам. Какие острые вопросы удалось снять за это время на Гомельщине? Наверное, одним из таких острых вопросов я бы вспомнил вопросы водоснабжения. Потому как в этом году очень, скажем, такая больная тема для нашей Гомельщины с учетом, скажем, малых осадков, да, бесснежной зимы, уровень грунтовых вод понизился. И действительно возникла проблема с водобеспечением. Даже вот последняя прямая телефонная линия с участием губернатора Владимира Андреевича Дворника, четыре таких звонка поступало. Мы три обращения уже решили положительно. Там действительно необходимо было и замена насосного оборудования, и, скажем так, специализированная очистка этих скважин. Но вот один вопрос у нас еще остался на контроле, но вместе с тем там был обеспечен подвоз воды, в том числе и питьевой. Поэтому эти вопросы у нас на особом контроле, но большинство из них мы решили. Вторая, наверное, такая острая тема – это вопросы задержки выплаты заработной платы. Как оказалось, в большинстве случаев, конечно, это не государственные организации поступали таким образом со своими работниками. Но мы также находили рычаги воздействия на таких руководителей, пусть даже и частных организаций. Все эти вопросы были разрешены. Можно ли сказать, что тенденции здесь прослеживаются те же, что и с остальными обращениями в жалоб, как таковых, становится меньше? И звучат все больше какие-то рациональные, конструктивные предложения от граждан? Ну, нам бы, конечно, хотелось, чтобы таких рациональных, конструктивных предложений было больше. Но я, опять же, вспомню эту последнюю прямую телефонную линию с участием председателя облсполкома. Это было не так давно, в августе. Вот, к примеру, жители Добруша, они очень хотят, чтобы им построили бассейн сегодня, скажем так, в наше непростое время. Хотя, наверное, есть и речка, мы знаем, в городе Добруша, и совсем недалеко находится и областной центр. Например, хотят они также, чтобы у них поставили аттракционы в центре города, свой роддом хотят. Вот жители Мозыря просили, чтобы существующий фонтан возле их дома работал не только по праздникам, но и постоянно. То есть, это говорит о том, что, наверное, не все так плохо у нас, я имею в виду, на местах. То есть, таких вопросов жизнеобеспечения хватает, но вместе с тем люди обращаются и с такими, скажем, вопросами, которые сегодня, ну, больше связаны, скажем, с какими-то развлечениями, да, с объектами социальной культуры, нежели тем, чтобы им реально оказали какую-то помощь, там, к примеру, капитального ремонта или еще чего-то. Ну, будем надеяться, что скоро это будет превалирующее в объеме обращений. Мы рады, будем принимать только такие обращения. Да. Звучат благодарности за оперативно решенные вопросы? Звучат благодарности, и особо, конечно, их много, когда проводят прямую линию председателя области полкома, потому как большинство обращений, они все-таки находят свое разрешение, и уже на следующую телефонную линию люди звонят с благодарностями. Некоторые говорят, спасибо, нам эту улицу отремонтировали, вот на параллельной улице есть проблемы, помогите, пожалуйста, в этом вопросе. Ну, всякие бывают обращения. А с жалобами? Если люди остались недовольны, как отреагировали на их звонок? Есть и такие, Ольга, да. Это наши, скажем так, постоянные граждане со своей позицией, как правило, она не всегда совпадает с, скажем так, с позицией закона, да. То есть конкретно люди хотят решить в своих интересах какой-то вопрос, но у нас с ними и давняя переписка, и уже, возможно, с некоторыми переписка эта и прекращена. Да, но люди имеют возможность в субботу, в выходной день, три часа идет прямая телефонная линия, поэтому есть такие, которые на каждую прямую телефонную линию пытаются дозвониться, и некоторые дозваниваются с одним и тем же вопросом. К сожалению, есть такие. Скажите, Александр Николаевич, ведь есть возможность и прийти на прием к руководству облсполкома со своими вопросами? Безусловно, сегодня законодательство четко определяет дни личного приема граждан руководителями государственных органов. Я напомню, что, кстати, вот с учетом изменений, внесенных в директиву президента номер два, сегодня, скажем так, среда, это такой день, в который можно прийти, и всегда кто-то из руководства местного органа власти должен проводить прием. У нас в облсполкоме утверждается график личного приема, как председателя облсполкома, так и его заместителей. Этот график размещен как на официальном сайте облсполкома, так мы его и в печатных изданиях всегда рекламируем. На стендах облсполкома он находится в районных исполнительных комитетах, есть телефоны, по которым можно предварительно записаться, то есть не обязательно приходить в это время, поэтому всегда принимаем граждан. К сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже заканчивается. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Это был диалог с начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского облсполкома Александром Логвиным. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова